Это доброжелательность, это открытость, это коммуникабельность, желание прийти на помощь в любой ситуации. Это, наверное, главное, что отличает волонтеров и особенно наших анапских волонтеров, которые являются лидерами этого движения в Краснодарском крае. Учитывая все это, к волонтерам из города-курорта и требования тоже особые, но все начинается с желания, а это уже повод, чтобы прийти и заполнить анкету. Такая работа идет. Будут те, кто отправится в Сочи, где будут проходить матчи. Помимо этого, гостей необходимо встречать в аэропорту. В станице Анапской и в селе Витязева уже началось строительство тренировочных баз. Для начала нужно заполнить анкету волонтеров. Следующий этап. Нужно пройти определенный отбор. И те, кто пройдут этот отбор, будут участвовать в школе волонтеров. То есть здесь будет уже непосредственно занятие, мы будем их готовить, будет определенный тренинг, языковая база, то есть знание иностранного языка тоже необходимо. После окончания чемпионата мира два стадиона мирового класса с травяным газоном и всей необходимой инфраструктурой передадут в ведение муниципалитета. Только в муниципальных спортивных школах занимаются более 1300 юных футболистов. Помимо этого действуют многофункциональные, а также пляжные площадки. Буквально на днях юношеская сборная города-курорта по пляжному футболу привезла первое место с краевого чемпионата, который проходил в Ейске. К верхней строчке целенаправленно подбирались пять лет. По словам тренера, футбол – это всегда комплексная подготовка. Многие знаменитые бразильцы начинали на песке, а удар через себя – это элемент пляжного футбола. Появление же сразу двух профессиональных стадионов – шанс для Анапы укрепить свои футбольные позиции как в крае, так и в стране. Там будут заниматься юноши, будут заниматься детишки разного возраста. Будут они готовиться к различным соревнованиям. То есть уже будет незазорно принимать различные соревнования краевого масштаба, российского масштаба, международного масштаба. Лучше живого газона нет ничего, не искусственного, никакое. Лучшее покрытие, я считаю, это вот песок и живой газон для мышц и для суставов молодого и взрослого человека. Строительство тренировочных баз уже началось со своей стороны не только городским службам, но и анапчанам необходимо, как бы сказали спортсмены, показать себя в команде, чтобы запланированные мероприятия прошли на должном уровне.